Друзья, в сезон осенних посадок загляните в интернет-магазин Мир Увлечений. Для вас около 300 сортов луковичных, нарциссы, тюльпана, гиацинта и многое другое. Полный ассортимент на сайте bestgarden.ru Здравствуйте, дорогие садоводы, посетители нашего сайта Садовый Мир. Сегодня мы в гостях у Людмилы Ивановны Калашниковой, постоянные посетители нашего сайта знают уже ее по видеороликам, где она рассказывала о том, как сеять не очень простые выращивания альпийские многолетние растения. И пришло тогда очень много вопросов, и мы как-то старались на них отвечать. Вот имейте в виду, что у нас такая происходит практика, вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. То есть после этих видеороликов тоже можно будет в комментариях все спросить, что вас интересует. И у нас по другим видеороликам было очень много вопросов о гортензиях, как их размножать, какие они по видам, чем отличаются в обрезке и так далее. Вот сейчас вы Людмилу Ивановну в кадре не увидите, потому что она одновременно и оператор тоже. И вот я буду задавать вопросы. Людмила Ивановна, что это за сорт замечательный такой? Это гортензия метельчатая, сорт называется Лаймлайк. Он характерен тем, что у нее ведь зеленоватый сначала окраска, да? Да, он именно этим характерен. Сначала зеленоватый цвет, а потом этот цвет так плавно переходит в розовый. Рядышком что? И на кусту, я еще немножечко, на кусту хорош тем, что на кусту и зеленый соцветий, и розовый. Вот этим он тоже характерен. Розовеет уже, сравните, немножечко розовеет уже. Вот, а рядышком такая гортензия тоже? А рядом сорт ванилла фрес, он сорт этот розовеет. Сначала белый, вот вдалеке веточка белая, а потом вот становится такой розовый цвет, красивый очень. Ну, вот скажите, пожалуйста, вот эта метельчатая гортензия, она вот ее все время так выращивает? Как бы два-три пускают побега, и потом как на штамбике их уже вот так вот растет, да? Ну да, желательно так. Желательно выращивать так. То есть идет обрезка весенняя, вот, что очень важно для того, чтобы шапки были очень плотные и крупные. И, значит, весной, когда набухают почки, мы оставляем по ветке 3-4 междуузелья, вот, по две почки. Вот, смотрите, это было с прошлого года, вот эта веточка шла, и вот на этом уровне ее обрезали. Вот на этом уровне. Вот 3-4 почки оставляем и ее обрезаем. Обрезаем, да, обрезаем, и это гортензии метельчатые, они цветут на новых этих, соцветивая у них на новых ветках, и вот для того, чтобы именно шапки были такие крупные, вот так ее обрезают. И весной еще убирают ветки, которые, ну, тонкие, слабые, такая декоративная, чисто декоративная обрезка. Чтобы красивой была кровь. Да, да, иначе она вытягивается, шапки не держит, шапки мельчают, и, ну, в общем, вкус становится не такой красивый. Ну, вот что касается обрезки, мы поняли, что весной нужно вот обрезать достаточно низко. Вот я еще раз покажу, вот первая была, первые междуузли, второе, вот третье междуузли дало нам вот эти вот почки. Сильные, вот такие мощные приросты, вот этот прирост текущего года, правильно я объясняю? Теперь еще было очень много вопросов про размножение. Я вот смотрю, у вас такой замечательный результат, столько черенков, все укоренилось, все пошло в рост. Когда эти череночки были срезаны? Ну, укореняем черенки с середины июня по середину июня. Приблизительно так, самое лучшее время. Берем, значит, молодые полудеревесневшие черенки, то есть не того года, а этого уже года, как бы зеленые. Вот, обязательно на сутки их держим в цирконе, в гетуроксине, в эпине, вот в чем-нибудь укореняющемся в таком растворе на сутки. Замачиваем, потом, значит, торф и добавляем в него перлит, размешиваем все это и вот в такую смесь сажаем. Но желательно сажать вот в такие прозрачные стаканы. Почему? Потому что уже сейчас очень хорошо видна корневая система. И видно, что уже корневая система развитая и уже можно пересаживать. То есть вот с июня месяца у вас укоренилось и пошло вот много уже. В рост, пошло в рост уже, да. И теперь вот что с этим горшочком можно делать? Его уже можно в школку куда-то высаживать? Да, можно в школку, можно в стаканах прямо высадить. То есть прикопать прямо в стаканчиках? Прикопать в стаканах, да. Только желательно еще по бокам сделать дырки, ну, чтобы не заставилась вода, чтобы легче было корневой системе подрезать. Ясно. И как они зимуют? Чем их укрывать? Нужно, не нужно? Единственное, что лучше присыпать немножко торфом. То есть вот... Ну, примерно так, да. А так никаких укрытий, специальных ничего не требуется. Понятно. Ну, естественно, что здесь вышел не стопроцентный результат был, а... Ну, допустим, год на год. Какие-то годы лучше черенкуются и приживаются, какие-то годы хуже. Ну, вот в данный год процентов 70. Да, и еще, значит, вы берете черенок, черенок оставляете одно междуузель и сажаете в землю, и два-три междуузелья, чтобы были на поверхности. Вот, два-три как раз, вот здесь и есть на поверхности. И если вы сажаете в стакан, а не в землю, то обязательно под целлофановый пакет. Сверху под целлофановый пакет. Целлофановый пакет протаскиваем по всей высоте и завязываем. Ну, раз примерно в два-три дня проветриваем, то есть открываем, проветриваем, чтобы лишний конденсат не скапливался. Иначе они запреют. Обратите еще внимание, пожалуйста, вот на череночки листики вот эти укороченные, чтобы лишней влаги они не испарялись. Ну, то есть вот такие замечательные результаты получаются. Вы укореняли все свои гортензии? Нет, в этом году не все. То есть я укореняю больше, которые пользуются спросом и, ну, которые сама люблю, скажем так. Понятно. Ну, мы сейчас еще пройдем, покажем другие гортензии, которые есть. Вот здесь вот пинки-винки. Пинки-винки, этот сорт пинки-винки. Он характерен, что у него фертильные и стерильные. То есть рыхлые такой ажурные соцветия, ну, тоже свое очарование в этом сорте есть. Да, для разнообразия. А там дальше у вас гортензии крупнолистные, да? Да, крупнолистные. Пойдемте, может быть, пройдем вот по той дорожке к нему. Ну, вот еще одна гортензия в саду у Людмилы Ивановны Калашниковой. И здесь мы видим уже гортензии крупнолистные, да? Да, это гортензии крупнолистные. Сорт называется Бесконечное лето. Endless summer, да? Да. Они идут, вот эта вот серия. Чем характерен этот сорт? Сорт характерен тем, что если, допустим, рядом сорт Red Baron, он не сохранил свои цветущие почки из-за того, что были возвратные заморозки, то этот сорт цветет на старых и на новых веках. То есть, вот это уже на новых приростах он уже цветет? Да, это на новых. Вот рядом как раз он бутон. Здесь вот тоже. Ну, вот тоже видно, что это вот текущий прирост уже идет, и вот сформировался бутончик. То есть, я хочу подчеркнуть, что если даже подмерзнут у него почки либо зимой, либо весной, то вот он все равно будет цвести вот такими роскошными розовыми соцветиями и порадует, в общем-то, и красивой зеленью. Посмотрите, крупнолистные ведь не зря называют, да? Да, у него листья какие красивые. И вот эту вот гортензию нужно все равно ведь укрывать, чтобы она на прошлогодних тоже побегах зацвела? Обязательно укрывать, потому что иначе просто до основания вымерзнет, и не будет ни старых, ни новых. Но лучше укрыть, конечно, зачем рисковать. Как вы его укрываете? Как розы? Нет, теплее. Теплее. Укрывается теплее, чем розы. Вот эти побеги нужно, наверное, пригнуть, головочки их. Ну да, я связываю, обматываю спонбондом, прижимаю к земле дугами, и опять спонбонд в нескольких слоев, и это пленка, обязательно пленка, чтобы спонбонд не сырел. Чтобы спонбонд не сырел. И воздушные обязательно, по бокам воздушные... Продухи. Да, продухи. И потом, наверное, еще не сразу рано открывать надо, да, чтобы под возвратные заморозки тоже они не попали. Ну да, там открывается, как бы сказать, повременно все. Сначала убирается спонбонд, который накрыт спонбондом, потом разматываются пустые пленки, остаются, потом убирается пленка. Вот чем, значит, отличается гортензия крупнолистная, это гортензия метельчатая. Метельчатая и неукровная гортензия, ее укрывать не нужно. Ну, тем не менее, вот посмотрите, несмотря на такие хлопоты, я считаю, что стоит того, да, ведь очень долго она цветет. Особенно, когда кусты не повреждаются, и цветут разные цвета, и красные, и ярко-розовые, вот как Европа, красные, как Ред Барон, вот эти розовые. А если еще к таким гортензиям добавить удобрения для голубых гортензий, то они будут еще и ярко-голубые. Ну, мы сейчас этот кустик голубой ваш покажем. Очень интересно. Так, и еще скажите, пожалуйста, вот гортензия еще, чтобы она так шикарно выглядела, какой-то режим полива обязательно нужен, да? Да, гортензия в переводе, она обозначает сосуд с водой, то есть она, да, требует полива, она любит полив и требует кислой почвы. То есть кост обязательно нужно мульчировать торфом, что гортензия метельчатая, что гортензия крупнолистная. Обязательно мульчий торф и сажать при посадке, добавлять торф, то есть кислые почвы. Хорошо. Пойдемте еще к голубой гортензии. Ну, вот я считаю, самый красивый из гортензий, который мы видели, потому что необыкновенно люблю голубой цвет, и он редкий среди гортензий. Не удается все-таки выращивать, все равно розовеет, да? Людмила Ивановна, скажите секрет, как вырастить такую чудесную голубую гортензию? Тут, в общем-то, один момент обязательный. Весной нужно подкармливать удобрениями, которые в основном продаются в таких супермаркетах, как Аби, в таких магазинах. И называется это удобрение специальное удобрение для голубых гортензий. Прям так и написано упаковочкой. Для голубых гортензий. То есть подкармливать нужно обязательно раза два-три за весну, и каждый год, чтобы вот именно эта окраска, она так и держалась. Ну, вот я хочу сказать, что при удобрении, при подкормке этой гортензии, все равно удобрение неравномерно, наверное, распределяется. И вот тоже тут есть, можно видеть где-то... Да, недокормленные, скажем так. Да, и можно видеть розоватые. И розовые, и сиреневые, и голубые. Ну, если постараться, то вот эти вот голубые соцветия можно сделать, посмотрите, какими именно голубыми, бесподобными просто. И вот в остальном-то уход за ней тот же самый. То есть укрывать, поливать, и вот подкармливать вот этими удобрениями и подкислять почву. Подкислять почву обязательно нужен торф, обязательно нужно удобрение специальное для гортензии, или можно для хвойных. Там тоже кислый состав. И вот обязательно вот такими удобрениями для голубой гортензии. Ну, дорогие седоводы, прислушайтесь, пожалуйста, к совету Людмилы Ивановны, потому что вы видите, что она достигла очень хороших результатов. И черенки у нее укореняются, и размножает она их не только для себя, но и там для друзей, знакомых, для продажи и так далее. То есть вот и такой голубой цвет у нее удалось получить изумительный, и сохраняются у нее и прошлогодние побеги, и текущие побеги. То есть вот имейте в виду, что нужно знать при выращивании гортензии, и выращивайте такие чудесные, красивые цветы. Еще добавлю, что голубой цвет получается именно из розовых соцветий. То есть ни красные, ни белые, ни ярко-розовые не перейдет в голубой цвет. Именно вот такой вот, как бесконечное лето. Да, бледно, как бесконечное лето. Ну, конечно, есть еще вот у бесконечного лета в названии, в самом, что закреплено голубыми цветами тоже. То есть они изначально уже накормленные, поступают в продажу, накормленные вот этими удобрениями. И вот именно эту голубую окраску нужно поддерживать тем, что нужно кормить этим удобрением. То есть вы сказали раза три за весну, да? Да, да. Иначе может перейти опять в розовый цвет. Эта вот голубая гортензия, она может быть розовой. Ну, вот так, дорогие сюда вода. Такие вот уникальные цветы, которые требуют к себе особого отношения. Такие вот уникальные цветы.